Дорогой народ, дорогая Украина, совсем скоро заканчивается 2023 год. Еще один год нашей независимости, еще один год нашей борьбы за независимость. Еще один год войны, войны за свою землю, за нашу свободу, друг за друга. Спросив миллионы украинцев о том, каким был этот год, можно получить миллионы разных ответов. Каждый вспомнит что-нибудь свое, вспомнит кого-нибудь своего. У каждого есть то, из-за чего улыбнуться, потому что удалось. У каждого есть то, из-за чего заплакать, из-за потерь. Каждый из нас в этом году боролся, работал, ждал, помогал, жил и надеялся. По-своему. Но каждый найдет в этом году что-нибудь общее для всех украинцев. Главный итог года, главное его достижение. Украина стала сильнее. Украинцы стали сильнее. Шестьсот семьдесят шесть дней назад всем нам был брошен вызов. Со всех сторон на нас летели ракеты. Со всех направлений на нас надвигалось вражеское нашествие. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам. Шестьсот семьдесят шесть дней назад на этом самом месте я обращался к вам и сообщал о начале полномасштабной войны. Мы не знали тогда, что ждет нас впереди. Многие не верили, что мы выдержим неделю. Мало кто верил, что отвоюем 2022 год. Не говоря уже о том, что мы выстоим 2023. А сегодня мы встречаем 2024 год. Украина жива. Украина живет. Украина борется и сражается. Украина двигается. Украина преодолевает путь. Украина приобретает. Украина работает. Украина существует. И все вместе это не новогоднее чудо, не сказка, не магия, а заслуга каждого из вас. Каждого из миллионов украинцев. Каждого, кто в течение этого года каждый день и каждую ночь доказывал, украинцы сильнее. Когда в начале 2023 года, в январе и феврале, мы преодолели, без преувеличения, самую тяжелую зиму в истории. Когда доказали, украинцы сильнее холода и тьмы, сильнее отключений и угрозы блэкаута. Украинцы преодолеют любой дефицит электроэнергии, потому что не имеют дефицита стойкости и храбрости. Мы не исчезли в темноте. Темнота не поглотила нас. Тьма проиграла нам. Выстояла наша энергетика. Выстояла наша страна. Победила этот год. И я хочу сказать спасибо тем, благодаря кому в первую очередь это стало возможным. Все наши силы безопасности и обороны. Я горжусь каждым украинским воином. Пока вы есть, есть Украина. Я знаю, как мужественно и героически вы защищаете нас все это время. Время тяжелых, ожесточенных, ежедневных боев. С первых минут 1 января и до сих пор, даже в новогоднюю ночь, когда украинский воин сражается и не имеет права дать слабину. Вы сдерживаете зло, которого стало еще больше, но которое ничего больше не смогло, потому что вы дали бой на каждом направлении и каждой улице, в каждом доме. Вы были сильными. Вы не сдали ни одного сине-желтого сердца. Ни одного километра нашей свободы. Это вы. Все наши воины. Каждый и каждое, кто доказывает. Украинцы сильнее зла. И я хочу поблагодарить всех наших людей, наш народ, всех, кто сегодня здесь, всех, кому я хочу сказать. Я горжусь каждым из вас. Каждым гражданином. Каждым сильным. И я знаю, как всем сегодня непросто. Всем, кто поставил жизнь на паузу. Кто отложил все на потом, на после победы. Всем, кто говорит, я работаю, и это не подвиг, а долг. Я доначу, и это не подвиг, а норма. Всем, кто работает и борется каждый день, потому что знает. Войны сами по себе не заканчиваются. Войны заканчивают. И победу не получают, не дарят. Победу одерживают. И для этого сегодня мы должны жить по правилу. Или ты работаешь, или ты воюешь. Потому что против нас самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должны быть наше единство и борьба. И это знает каждый, кто каждый день не спрашивает себя, а что я могу сделать. А живет по формуле. Должен делать больше, чем могу. Потому что именно это означает слово победить. На нашем языке. Пересилить себя. Преодолеть. Сделать сверхусилие. И сделать больше, чем казалось на первый взгляд. Потому что на самом деле каждый из нас способен на большее. Это каждый день доказывают наши героические люди. Наши медики. Спасая бойцов на фронте и людей в мирных городах и селах. Те, кто доказывает, украинцы сильнее боли, ранения и смерти. Это наши пожарные и спасатели, которые показывают, украинцы сильнее огня и завала. Это те, кто доказывает, украинцы сильнее любых обстоятельств, сильнее безысходности. Наши учителя, которые учат детей, несмотря на войну. Онлайн. Вживую или обустроив школу в Харьковском метро. Наши железнодорожники. Водители, связисты. Инженеры. Наши волонтеры. Наши дипломаты. Украинский бизнес. Каждый, кто платит налоги и дает украинцам рабочие места. Каждый, кто сеет и собирает урожай и дает украинцам хлеб. Каждый, кто дает украинцам приют. Каждый, кто делает снаряды и боеприпасы. Ремонтирует и строит, восстанавливает и возрождает. Каждый день работает. Каждый день доказывает. Украинцы сильнее усталости. А значит, украинцы сильнее этой войны. 24 февраля убедила нас в этом. Война многому нас научила. Многое показала. Многое сделала с нами. Изменила нас. Война разъединяла семьи. Забирала сыновей и дочерей. И вместе с тем объединила нас в одну большую семью. И 24 февраля мы делали выбор. И сухая, безэмоциональная правда реалий войны заключается в том, что этот выбор был разным. Кто-то остался, кто-то побежал. Кто-то был заблокирован. Кто-то вывозил детей. Кто-то ушел на фронт. Кто-то спасал других. Кто-то спасал семью. Кто-то уехал и остался. А кто-то уехал и вернулся домой. В Украину. И это истории людей. Истории юношей и девушек. Которые не могли сидеть дома и ушли на фронт. И тех, которые не могли больше сидеть за границей. Далеко от дома и вернулись. Поняв и сказав себе. Мне не все равно. Я нужен. Нужен победе. Нужен Украине. Тот, кто доказал. Я сильнее страха. Те, кто доказал. Сильнее сомнений. Ибо знаю, что однажды придется задать себе вопрос. Кто я? Сделать выбор. Кем я хочу быть. Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? И каждый знает ответ. И ответ – это Украина. Потому что украинцы сильнее вместе. Так что пора быть вместе. И это время, которого так ждут и все эти украинцы, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Все, кто не потерял Украину в себе, не дал оккупировать свои головы, свои сердца. Все, кто хранит Украину в своих детях, хранит наш флаг, веру в возвращение Украины, знает, что все ожидания не напрасны. И я хочу, чтобы вы почувствовали нашу благодарность за это. И помнили, без каждого из вас Украина будет неполной, неполноценной. И сегодня мы вместе встречаем Новый год. По нашему времени. И ровно в 12 мы будем вместе петь гимн Украины. С любовью к Украине. И эта любовь сильнее оккупации. Эта любовь к Украине – движущая сила, которой боятся захватчики. И Крым, Донбасс, Луганская область, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь – все наши. Знаете, враги действительно вас боятся. Не международных организаций с политическими призывами, а украинского духа, украинских людей. Которые доказывали, доказывают и докажут, что мы сильнее. За неволю. Сильнее врага. Сильнее этой войны. Потому что мы такой народ. И такой народ вдохновляет весь мир. И такое государство хотят видеть в европейской семье. Это подтверждает решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Решение, к которому другие идут десятилетия. Решение, в которое когда-то было бы сложно поверить. О котором скептики говорили. Это не скоро, не завтра, почти невозможно. Не надейтесь, не верьте, не ждите. Но Украина образца 2023-го целенаправленная, твердая, последовательная, решительная, упрямая. Украинцы сильнее любых блокад и вета. Неверия или скепсиса. Страна, которая во время войны осуществляет сверхсложные и необходимые реформы и перемены. И как итог, страна, которую сегодня ждут в Евросоюзе. И это уже не просто слова. Это официальные решения. Официальные документы. И этот процесс точно будет иметь логическое завершение. Полноправное членство в сильной Европе. Крепкое. От Лиссабона до Луганска. И это историческая победа. И таких дипломатических побед в этом году было немало. И все они давались нам непросто. Украинская формула мира, которую уже поддержали 80 стран мира. Гарантии безопасности для Украины, которым сегодня уже присоединилось три десятка государств. Зерновой коридор, о котором нам говорили, вы никогда не сможете без России. Нас блокировали, шантажировали, но мы находили выход и нашли. И наш коридор работает. И сегодня по нему прошло почти 13 миллионов тонн украинского зерна. В этом году украинцы доказывали. Мы сильнее лжи, сильнее ипсу. Мы сильнее отчаяния, раздора, уныния. Сохраняя международную поддержку Украины. Умножая ее, открывая новые направления, новые перспективы для Украины. Проведя только за этот год 120 встреч на уровне лидеров, которые принесли нам 156 только оборонных пакетов поддержки. Еще раз доказываю. Украинцы сильнее любых интриг. Всех попыток ослабить мировую солидарность. Расшатать коалицию наших союзников. Она же, вместо этого, возросла. Коалиция патриотов. Воздушная коалиция. Танковая коалиция. И отдельно я хочу поблагодарить каждую страну, которая присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей, которых похитила Россия. Я благодарю всех наших партнеров за то, что в этом году у нас уже есть Патриоты, Айрисы, Хаймарсы, Насамсы, Хоуки, Абрамсы, Леопарды и многое другое. И наши пилоты уже осваивают F-16, и мы непременно увидим их в нашем небе. Чтобы наши враги непременно увидели, что такое настоящая наша ярость. И в следующем году враг почувствует ярость отечественного производства. Наше оружие, наша техника, наши снаряды, наши дроны, морские приветы врагу. И как минимум миллион украинских FPV. Все, чем мы щедро будем угощать. На суше, в воздухе и, конечно, на море. На нашем Черном море. И в этом году враг как никогда раньше почувствовал, ему там не место. И наши действия в Черном море стали черной страницей в истории Рашистского флота. Это официально могут подтвердить их большие десантные корабли. Ракетные и патрульные корветы на дне морском. И наш змеиный теперь без их змей и триколора. Уважаемые украинцы, украинки. На протяжении этого года Украина преодолела шесть тысяч тревог. Почти каждую ночь просыпалась от сирен, спускалась в укрытие, защищая своих детей от вражеских ракет и дронов. И каждую ночь, и каждый день работали наши силы ПВО, героически защищая небо Украины. Чтобы мы шесть тысяч раз могли услышать отбой. И шесть тысяч раз подняться наверх. Подняться наверх. Посмотреть в небо. И этим снова доказать. Украинцы сильнее террора. И сколько бы ни выпускал враг ракет. Сколько бы ни было обстреловых атак. Подлых, безжалостных, массированных, в стремлении сломать украинцев, запугать, сбить Украину с ног, загнать под землю. Мы все равно поднимаемся. Потому что тот, кто приносит на нашу землю ад, однажды увидит его из собственного окна. 676 дней назад я обращался из этого кабинета, со своего рабочего места. Мы сильные, мы готовы ко всему. Мы всех победим. За моей спиной тогда был рисунок. Пейзаж с видами украинской земли. Сегодня за мной шевроны наших воинов. И каждый из них говорит и о нашей земле, и о нашем небе, и обо всей нашей Украине, о наших людях, о том, что смогли, и о том, что сможем, о каждом ушедшем, и обо всех, кто борется, и обо всех, кто будет жить на этой земле, и будет гордиться тем, что украинец. Потому что весь мир будет знать, что украинцы сильнее. Я желаю каждому, кто уже нашел себя в нашем общем деле, чтобы у вас рядом всегда были те, кто подставит плечо и не подставит в жизнь. Я желаю каждому, кто еще колеблется, в следующем году сделать смелый выбор – защищать свою, собственную страну, работать ради нее, помогать, найти себя в собственной стране. Потому что это единственное место на земле, где мы все можем сказать о себе. И так же, как 31 декабря прошлого года, сегодня мы говорим, мы не знаем точно, что принесет нам Новый Год. Но в этом году можем добавить, что бы он ни принес, мы будем сильнее. И сейчас я хочу сказать слова, которые до войны считались банальными, а во время войны – бесценны. Я желаю вам, вашим семьям, близким, всем, всем родным, тепла и здоровья. Тем, у кого есть родное сердце, пусть живут долго. Тем, кого потеряли, пусть останутся в сердце. Любимым – времени, времени как можно больше. Детям – осуществление ваших желаний. Всем людям – человеческого счастья. О Украине нашей – победы и мира. С Новым Годом, вас, украинцы! С Новым Годом, Украина! Слава Украине! С Новым Годом, Украине! С Новым Годом, Украине! Продолжение следует...